Праздник с привкусом горечи. 5 августа на полигоне Дубровича стартовал международный конкурс лётного мастерства «Авиадартс-2015». Открыл соревнование министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу. Само собой, в приветственной речи министр упомянул о недавней трагедии. Погибшему лётчику Игорю Бутенко на территории полигона уже установлен мемориал. В целях увековечивания памяти лётчиков армейской авиации, погибших при исполнении воинского долга, учреждается кубок имени полковника Игоря Бутенко. Им будут награждаться экипажи, добившиеся наилучших показателей в боевой подготовке. Первый кубок по итогам конкурса «Авиадартс» будет вручен лучшему экипажу армейской авиации на церемонии закрытия игр 15 августа. Участие в масштабном турнире, являющемся частью международных армейских игр, принимают более 50 экипажей из России, Китая, Республик Беларусь и Казахстана. В небо над Рязанью поднялись более 100 лётчиков, 15 типов самолётов и вертолётов. В ходе воздушного этапа пилотам предстояло показать экспертам своё мастерство владения машиной. Главная цель – это совершенствование боевой выучки и проверка той техники, которая есть сейчас в армии, её возможности, её способности. Вы прекрасно знаете, что лётчики, которые сегодня принимают участие, они не просто так сели и полетели. Они прошли длительный путь, отбор в части, отбор в армии, отбор в ВВС и вышли на международный этап соревнований. Это адский труд, это огромная работа не только лётного, но и технического состава, и промышленности, естественно. Демонстрация боевой выучки лётного состава является одной из важнейших задач конкурса. Уже первый этап соревнований показал уровень мастерства пилотов-участников. Бомбометание, зрелище, захватывающий дух. У этих людей нет права на ошибку. По той же роте средних танков. Лучшие пилотажные группы России – «Стрижи», «Витязи» и «Соколы» под управлением первоклассных лётчиков в рамках конкурса продемонстрировали, казалось бы, совершенно невероятные умения. Этот цветок, который сейчас распустится в небе полигона «Дубровичи», лётчики дарят вам, милые дамы. Пилотажная группа «Соколы России» выполняет роспуск по типу цветка тюльпан. Итак, внимание, я включаю эфир. На протяжении нескольких дней бескомпромиссной борьбе наиболее подготовленные лётчики Белоруссии, Казахстана, Китая и России будут бороться за право называться лучшими. Создание военного полигона, авиационного полигона мы сейчас воспринимаем как дань того, как относятся рязанцы к военным. У меня присутствует здесь в Российской Федерации 30 человек из Республики Беларусь. И каждый мне попросил выразить именно слова благодарности за высокий уровень организации соревнований. Но в первую очередь любые соревнования – это не только демонстрация выучки, но и в первую очередь опыт, обмен опытом, в том числе и методики подготовки лётного состава. Мы принимаем участие в соревнованиях, и для нас это большая честь и прекрасная возможность продемонстрировать умения наших лётчиков, а также обменяться опытом с нашими коллегами. У них, кстати, сегодня результаты лучше, чем у нас. Своим опытом российские военные готовы поделиться с партнёрами из других стран, участвующих в «Авиадартсе». Для них конкурс стал ещё одной площадкой для общения. Виктор Бондарев поблагодарил региональное правительство за содействие в организации «Авиадартса-2015».